Всем доброго времени суток. До начала матча осталось всего ничего, всего час с небольшим. 28-й тур английской премьер-лиги у нас на повестке дня. Будем собирать турниры в мейн-эвент 25 тысяч евро гарантия и будем собирать команду в турнир One Bullet 5000 гарантия. Все по АПЛ. Давайте сразу о приятном. Сегодня мы разыграем три билета на следующий тур, который на этих выходных состоится. На турнир как раз One Bullet, то есть один патрон. Можно будет собрать только одну команду на тур. То есть в мейн-эвенте можно несколько собирать. В турнире One Bullet только одну. Поэтому три билета. Два билета мы разыграем случайным образом. Один билет я по своему усмотрению отдам самому активному в чате, кто будет задавать правильные вопросы, кто будет подсказывать с пиками, кто будет обсуждать и так далее. Так что всех призываю быть активнее сегодня. Кто не знает, что такое фэнтези, то заходите в группу с полезностями. Вк.ком.дфс.winners. Кто не знает, что это за сайт, где мы играем, пишите в чат высказательный знак фэнтези и переходите, регистрируйтесь по ссылке. За регистрацию по-прежнему дают билет. Как раз вот в турнир One Bullet дают на этой неделе. Также подписывайтесь на соцсети Фантима. Фантима. Собственно, здесь вот как раз и пишется, что в течение 24 часов начисляют билетик. Также здесь есть конкурс. Он, по-моему, в шапке закреплен. Где-то закреплен. Тут я потерял. Да, вот. Нет, где-то здесь было. Что за репост, короче. По-моему, здесь, что ли. Да, вот три бесплатных билета за репост. За репост этой записи. Так что, ребята, не стесняйтесь. Подписывайтесь на группу. Делайте репост. То есть, есть у вас возможность, опять же, получить халяву. Пока Фантим прямо дарит, дарит билетики и возможность окунуться в мир фэнтези футбола. Так что всех приглашаю и агитирую регистрироваться. Так, ну что, погнали. Я думаю, погнали. Этот тур, можно сказать, что необычный. Потому что в этом туре представлены все 10 матчей, которые состоятся. Тур Медвиг, так называемый. То есть, посреди недели. Сегодня, завтра матча. Этот турнир, почему я сказал, что он необычный. Было уже такое, когда все 10 матчей. Но этот турнир late swap. То есть, можно делать замены перед стартом матча. Соответственно, вы можете сделать замены перед стартом сегодняшних матчей. То есть, до 22.45 получается по Москве. И завтра. То же самое. До 22.45 можно сделать замены. То есть, уже будут известны составы команд. И вы сможете подредактировать. Ну, в частности, забегая вперед, какой-нибудь Манчестер Сити, где ожидается большая ротация. Есть, ну, опять же, вопросы, например, по матчу Челси-Тоттенхэм, если кто-то оттуда собирается брать кого-то. То есть, там, выйдет ли Кепа Ари Сабалага после скандала в Кубке или не выйдет. Или какой вообще состав Сари. Кого выпустит по Четтино. Выйдет ли Кейн. Способен ли он после травмы играть два матча подряд в течение трех дней. И так далее. То есть, кто там выйдет у Арсенала. Чтобы не опростоволоситься, как в прошлом туре, когда Абумиян появился только на замену. То есть, все это позволяет с помощью лейтсвапа не попасть в просак. В целом, вот, Тен Мосби спрашивает, как я отношусь к лейтсвапу. В целом, ну, имеет право на жизнь. То есть, новичкам в целом, наверное, это удобнее. Потому что, вот, мы тут с ребятами, покеристами, играем. И как раз, когда мы с Тимофеем только приглашали друзей присоединиться к нашей движухе. Да, очень часто было такое, что люди набирали состав, а потом открывали и говорили. Блин, этот не играет. Блин, этот не играет. Там, а я его взял. То есть, а тут есть возможность, есть возможность все-таки поменять и не попасть в такой просак. Я сам, например, в прошлом туре, вот, как раз Таурус, привет. Как я сыграл в прошлом туре, ужасно. Потому что у меня в каждом составе не сыграл. Не сыграл ни Трепье, ни Чиллвелл. Хоть они там и проиграли, и напропускали. Как бы они ничего не принесли. Но все равно было обидно. Я Бумиян в каких-то составах не сыграл. Вот и так далее. То есть, в этом плане Лейтсваб бы помог. Леня, привет. Арс все-таки заклиншитил. В прошлом туре, но я матч не смотрел. Два момента было у Саута. Тупо отскочили. Клиншит чудо. Ну, всегда клиншит это чудо. Так, привет, Басик. Да, желто-синий самый сильный. Поэтому Лестер сегодня тоже возьмем. Привет, Саша. Борода. Привет, ребят, всем. Ну, давайте потихоньку начинать. Еще тут вопросы. Хочу билет в Анбулли. Топовый пик из точки зрения информатики. Агуэра. Стерлинг из дорогих. Барнс, Митрович, Бабел. Лучшая защита по котировкам и относительной цены у Уолвера Хэмптона. Да, Романовский. Спасибо за подсказку. Я, в принципе, сегодня после неудачи в прошлом туре, как истинный покерист, так и решил поработать над ошибками. Открыл там сайт Understat. Почитал котировки букмекеров. И, в принципе, наметил себе некоторые пики, которые я буду делать. Но давайте по порядку расскажем о том о сём. Первый матч это Кардив и Эвертон. Открывает он тур. Сегодня состоится. Буквально уже через час. Буквально через 15 минут мы уже знаем стартовые составы. Кардив, который после гибели Эмилиана Сала выдал два матча подряд победных. В прошлом туре сильно опростоволосился. Проиграли они Уотфорду. И предопределили судьбы многих менеджеров собственно в фэнтези. Потому что 3 плюс 1 сделал Дела Фео. 2 плюс 1 сделал Трой Дени. И, соответственно, там те, кто брал в прошлом туре Уотфорд. Я ни в 11 состава Уотфорд не взял. Поэтому, собственно, только там одно ИТМ у меня было. Из, по-моему, 9 что ли составов. Или из 10. Вот. Матч Кардив и Эвертон. Эвертон отдыхал 15 дней. 15 дней. То есть у них было 2 недели. У них был ужасный, ужасный отрезок. Они много проигрывали. Они плохо играли. Но у них было 15 дней, чтобы как бы поработать. Марку Силве над игрой, над физической формой, над тактикой и так далее. Поэтому, да, в этом матче я верю в Эвертон. Я не верю, что будет разгром. Прямо-таки, да. Кардив все-таки, опять же, после оплеухи 1-5. Хоть у них и было мало времени, но, по идее, должны собраться. Два матча подряд дома громить, наверное. Мало вероятно. Но опять можно, например... Ну, я вот так смотрю. Кардив, спорт. Вот. Я на спорте просто привык смотреть. Я могу сделать, например, вот так. То есть посмотреть, вообще часто ли их громили, да. То есть, например, мы видим, что... Ну, здесь они играли сильными, да. Челси 4-1. Потом следом дома 0-5. 0-5 Сити проиграли. Ну, тут как бы не мудрено. Но вот они в гостях 4-0, 0-1. Ну, то есть, в целом, не могу сказать, что они после разгромов отвечали всегда победой. То есть, команда не сильно волевая. То есть, они вот даже Джилленхэму в кубке проиграли. 3-0, 3-0. Но дома после 0-1 вот они Брайтон победили. Ну, то есть, последний 5-1 можно посмотреть, в принципе. Аберстат. Можно посмотреть, вообще, что у них было по XG. Откроется. Да, открывается. Можно посмотреть, что у них было по XG. То есть, как много они моментов создали в прошлом матче. И мы увидим, что вот они проиграли 1-5. Но в целом они создали 1-46. 1-46 это, ну, не очень мало, да. Поэтому тут очень сильно на Сухарь Эвертона я бы не рассчитывал. На Сухарь Эвертона я бы не рассчитывал. Ну, на победу Эвертона можно. Поэтому, в целом, можно попробовать взять, попробовать взять кого-то там из связки Сигурдсен, Ри Шарлисон, возможно, Картвин Льюис, или кто там еще может выйти, там, Волкот. Я не знаю. Опять же, состав будет буквально скоро. Буквально через 5-10 минут будет состав. Кого-то из атакующего Эвертона взять. Если берем вдруг защиту Кардифа, я видел, такие у нас любители защиты Кардифа были, то, безусловно, обязательно нужно взять Бомба, да, которая забивает двух матч подряд. Центральный защитник. Привет, Лен, ты используешь какие-то проги, софт-скрипты? Если нет, планируешь? Нет, не использую ничего. Собираю по чуечке, по какому-то простейшему анализу. Планирую или... Ну, не знаю. Конечно, в идеале бы просто иметь какой-то инструмент, который будет пытаться анализировать массивы данных, типа, там, котировки букмекеров или что-то такое. Наверняка у кого-то из регов это есть, но я, честно говоря, далек от какой-то вот этой прогерской деятельности. Я даже не представляю, как это делать. Какой трезвый человек будет кепить Делла Фео? Ну, там один человек вообще запихал 11 человек из одного стартового дня, где было два матча. Соответственно, он просто и Кардифа, три игрока, и три игрока Водфорда запихал. Тем не менее, попал в какие-то высокие призы, потому что у него был капитан Делла Фео. Ну, давайте ехать дальше. Лестер Брайтон. Лестер Брайтон. Здесь у Лестера сменился тренер. Уже Брайтон Роджерс побывал на стадионе Kings Power. Сегодня уже было видео, где он ходит. Там ему сотрудник Лестера показывает стадион, показывает, как все устроено. Поэтому новый тренер будет, скорее всего, на трибунах, но не будет он управлять еще матчем. Поэтому кто там будет управлять, я не знаю. Какую тактику они выберут, я не знаю. Но обычно после смены тренера команда, когда тренера увольняют, команда воспревает духом. Поэтому здесь многие прогнозируют, что Лестер в этом матче победит. Так что, ну и Сухарь тоже. Сухарь тоже, как бы, может быть. Опять, я, наверное, в один из составов точно возьму защиту Лестера с Пирейрой. В какой-то, возможно, состав получится засунуть Мэдисона и Варди. Но, опять же, это не обещают. Следующий матч Хадресфилд-Вулфс. У Хадресфилда все очень плохо. У Улфс все неплохо. Поэтому я думаю, что Вулверхэмптон будет одним из моих приоритетных пиков на этот тур. Как в защите, так и в нападении. Один состав с Хименосом я, возможно, возьму. Вот. Хадресфилд я брать не буду. Даже с учетом, что там, возможно, у Муи опять какая-то космическая цена. Давайте посмотрим, что ему в этот раз. Ну, 3-4 дома против Волков. Хорошая цена. Вот. Но его я, конечно, брать не буду. Ньюкасл Бёрли. Вот этот, наверное, один из самых интересных матчей, на мой взгляд. Он, на мой взгляд, будет обе забьют. Поэтому здесь можно рискнуть с обороной. Притом можно рискнуть с обороной чуть ли не и тех, и тех. Но я имею в виду. Но я думаю, что все-таки обе забьют. Поэтому если брать, то опять, почему-то по-прежнему, ну, из-за того, что Бёрли по-прежнему внизу, ну, сильно недооценивается. Сильно, очень сильно недооценивается Барнс и Вуд. То есть, 6,5-6,7. Ну, это просто, ну, копейки для таких игроков. Вот. Поэтому здесь, ну, если вам нужна какая-то затычка, то есть, это очевидно, как бы сказал этот Александр, который фэнтези по-русски, это Джокер. Это Джокер, но это Тур. То есть, Эшли Барнс. Ну, Эшли Барнс уже весь 2019 Джокер. Потому что цена по-прежнему маленькая. Просто, ну, просто посмотрите его поинты. 8, 11, 6, 6, 3, 4, 7, 6. Ну, то есть, он в последних матчах только там в одном не забил. И то они там сыграли 0-0. Ну, не забил, не отдал. Как бы, ну, очевидно, что если вам нужно, как бы, это, то Барнс это наше все. Надо брать, вот, и так далее. Если брать Нью-Касл, если брать Нью-Касл... Так, сейчас я... Так, что у меня почему-то Рутони. Сейчас перезапущу, что ли. Или, ну-ка. Хочу настройки окна. Чтобы поверх... Есть вот поверх всех окон. Что-то не вижу, где тут... Что-то у меня в чат скрывается, я из-за этого ваше сообщение пропускаем. Настройки. Что-то не вижу. Раньше не сворачивался, сейчас сворачивался. Вот, ладно. Едем дальше. Нью-Касл. Нью-Касл здесь можно попробовать защиту. Можно попробовать защиту. В целом, Ласселс, Шер и Едлин. Цены вполне приемлемые. Можно рискнуть. Оборона у них не дырявая. Если брать атаку, то, конечно, Рандон и вот новичок Мигель Альмирон хороший матч провел. Ну, правда, против Хаддерсфилда, который играл весь матч в меньшинстве. Но в целом, был он хорош по статистическим показателям. Не сделал он голевых действий никаких. 85 минут отыграл. Можно попробовать его. И есть еще Хайден по 8,5, который в последних турах наоборот. Вот, забивает. Гол, вот он. Тут ассист и клиншит. Можно попробовать Хайден. Вот это Нью-Касл. Что касается Нью-Касл-Берли. Но, опять же, я прогнозирую, что, скорее всего, обе забьют. Поэтому защиту я бы не рекомендовал брать. Арсенал-Бормот. Бормот на выезде плох. Бормот упустил победу с Волверхэмптоном, не забив пенальти. Уже там в концовке пропустили они. Они вели 1-0, пропустили. Следом получили право на пенальти, не забили. Волки, в целом, неплохо играли против них. И Арсенал чудом там с Аутгемптом настал на ноль. Поэтому, ну, конечно, вариант защиты Арсенала. Это всегда опасно. Потому что, ну, хоть они сыграли клиншит, но по-прежнему они в 20 матчах пропускали. Только в 7 у них был клиншит. Так что здесь, наверное, если мы берем все-таки Арсенал, то это Калашинес в первую очередь. Из атаки должен Абумиянг. Абумиянг, я думаю, будет одним из лучших выборов на этот тур. Майтл Найлз, он, к сожалению, полузащитник. А может играть в защите справа, поэтому он не так хорош с точки зрения фэнтези, так как не является защитником. Если бы он был бы в фэнтези как защитник, то, безусловно, Майтл Найлз был бы хорошим пиком. То есть Калашинес справа, ой, Калашинес слева, Майтл Найлз справа, как бы пошло-поехало. Мехитарян, Ликозет, оба топ-связка. Может быть ротация, ребята, не забывайте, что матчи через 3 дня. Ликозет, который отыграл полный матч, может, например, сыграть неполный матч, его могут заменить. Он может выйти на замену. Скорее всего, в основе выйдет Абумиянг, который прошлый матч, наоборот, начинал с замены. Да, Ликозет может его подменить. То есть и такое может быть. То есть тут нельзя быть уверенным, что Ликозет выйдет в основе. Но, безусловно, с учетом, что это лейт-свап, есть возможность поменять перед стартом. Можно выделить место под Ликозет и Абумиянга. Я, наверное, в одном составе рискну и такую связку сделаю. У Боргмута, ну, если брать, то Джошуа Кинг. Раньше бы рекомендовал Фрейзера, но что-то в последних матчах он не впечатляет. Хотя, опять же, вот в прошлом матче забей Джошуа Кинг пенальти. Да, то есть он не реализовал. Он один забил, потом не реализовал. То есть, по факту, там был матч с тремя пенальтями. Сыграли 1-1. Вот, и Фрейзер как раз заработал второй пенальти. Но его Джошуа Кинг не реализовал. Поэтому тут из Боргмута кого-то брать и рекомендовать, наверное, не стоит. Саутгемптон, Фулхэм. Фулхэм пропускает больше всех. Поэтому, естественно, защиту мы их не рассматриваем. Рассматриваем защиту Саутгемптона. Ну, Саутгемптон, как я уже говорил, это худшая команда за последний месяц с точки зрения фэнтези. Они постоянно играют 1-1, 1-2. То есть, они мало забивают, мало пропускают. Но всегда пропускают и почти всегда забивают. Да, не забили они Арсенал в прошлом туре. Но в целом, в целом, здесь вроде как смотрится Саутгемптон пик. Но выделить в Саутгемптоне кого-то, да? Ну, наверное, Ворд Праус и Редмонд. Нападающие там вообще непонятно. Кто выйдет, они все там то травмированы, кто не забивают. Поэтому очень тяжелый, как бы, пик. С точки зрения Фулхама, то здесь есть Бабелл и Митрович. Это хорошее соотношение цена-качество. С учетом, что Саутгемптон совсем не оплот надежности в обороне. Поэтому я вот лично Бабела куда-нибудь точно засуну. Возможно, где-то и Митрович пригодится. Но опять, вот Митрович и Барнс. Да, и, казалось бы, выбор очевиден, это надо брать Барнса или Вуда, того же из Берли. Потому что мне кажется, что они сейчас слишком в хорошей форме. Сити, Вестхэм. Сити, Вестхэм. Сити взял кубок, кто не знает, в воскресенье. Поздно вечером. Они в серии пенальти обыграли Челси. Играли они основным составом. Они основным составом играли. И тут может быть ротация. Здесь нужно внимательно следить. Мне лично улыбается выбор Риада Мореза или Роя Санэ. Если они будут играть, я буду брать их. Стерна, скорее всего, не будет играть. А вот Морез, который выходит, когда он выходит, он максимально цепляется в свои шансы. Поэтому я буду верить в Мореза. Ну, есть еще и Санэ. И, конечно, и Давид Силова. Тут любой может выстрелить. Агуэра вроде как у Жезуса травма. Поэтому Агуэра безальтернативно будет в нападении. Хоть и отбегал он 120 минут. Но, естественно, в какие-то составы его будем брать. Будем брать. У Вестхэма Андерсон, который феерил, мне сейчас не нравится. Вот и признаюсь честно, если я бы брал кого-то из Фулхэма. Ой, Фулхэма, простите, Вестхэма. То это были бы Майкл Антонио и Снот Грасс. Потому что эти ребята Антонио в отличной форме, в огне. Он там еще и станцевал на прошлом матче. Вместе с экспертами после выигрыша 3-1 у Фулхэма. А Снот Грасс подает все угловые. То есть тоже хороший пик. Можно попробовать его. Ливерпуль, Вотфорд. Так, я так понимаю, что объявили состав. Но чуть позже сейчас будем насмотреть. Сейчас будем смотреть, кого там у нас уже на менеджера навыбирали. И пока что оставшиеся, собственно, 3 матча. Ливерпуль, Вотфорд. Вотфорд в хорошей форме. Ливерпуль подсдал. Подсдал Салах. Поэтому непонятно, Салах будет в огне или нет. Если верим в победу Ливерпуля, возможно, стоит взять Шичери, Мане. Может быть, поймать выход. Фермина подвернул голеностоп. Не факт, что он сыграет. Поэтому Дивок Ориги, Даниэль Старич могут выйти в основе. Фермины маловероятно выйдут в основе. Поэтому Старич и Ориги, в принципе, за 8,8, за 9,2. Это хорошие пики, хотя они могут и весь матч не сыграть. Поэтому, опять же, там какой-то Лолана, там надо будет смотреть на состав. Но Шичери, Сане, я думаю, что чуть приоритетней, чем Салах на этот тур, потому что он откровенно подсдал. Хотя давно пенальти не было, да? Можно это сыграть. Челси, Тоттенхэм. Челси, Тоттенхэм. Матч малопрогнозируемый. Тоттенхэм не на ходу. Челси не на ходу. Матч принципиальный. Челси отыграл вроде как 120 минут. Тоттенхэм обосрался, натерв мур. Поэтому, поэтому, тут тяжело. Кто-то может рискнуть взять оборону Тоттенхэма. Все-таки цены очень приемлемые. По 6,8, по 6, там 6,3. То есть, Тоттенхэм может вполне сыграть на 0. Так что Лью Рис может сейвы сделать. Правда, может и пропустить какую-нибудь плюшку. Да, поэтому тут чего-то ожидать. Ну, что сухарь Челси, наверное, все-таки маловероятно. Тоттенхэм поправился. Харикейн, Харикейн, кстати, стоит 9,4. Неплохой пик. Можно его попробовать. Он любит большие матчи. Так что, если там даже не хотим мы стекать с Перст, то в какой-то состав Харикейна взять вполне, вполне можно. То есть, гол от него он вон там после двух почти что месяцев травма вышел и сразу забил. В остальном, ну, Азар сейчас не блещет, поэтому там за 10,2 брать его, ну, это, на мой взгляд, выкидывание денег. Ну, если вы, конечно, большой фанат Челси, можете, да, попробовать там кого-то взять. Ну, опять же, я не думаю, что прям разгром будет, да, то есть, в Челси вполне может победить, там, 2-1, даже, может, там, 3-1, даже, ну, тьфу-тьфу-тьфу, там, не 3-0, но, может, и проиграть с таким же счетом, поэтому тут очень трудно прогнозируемо. Ну, вот. Последний матч, Crystal Palace, Manchester United. У меня, вот, лично, друзья, все думают, что Manchester United победит. Я, я, честно говоря, верю в Crystal Palace, и, честно признаюсь, даже были мыслишки защиту взять в Crystal Palace. Вот, по поводу того, что у Мью в нападении нечего, неким играть, это, это неверно, потому что Марсиаль восстановился, Решвард, вроде, не такая серьезная травма была, вот, как бы, Перейра тот же, Санчес, Алексис просто сыграет, да, не сыграет Мата, не сыграет Лингард, возможно, не сыграет Решвард, но будет просто Лукак у нас 3-е, Санчес, Марсиаль по краям, как бы, ничем не хуже, там, Решварда, там, и так далее. Вместо Лингарда будет, там, какой-нибудь Перейра, да и все, на этом, то есть, Марс не восстановился, ну, посмотрим, опять же, будет у нас возможность, будет у нас возможность поменять, ну, какое мнение, да, относительно, относительно матча, в зависимости от стартового состава. Ну, даже если, вот, выйдет вот такой состав, не, ну, если такой выйдет, Мактомин, Айфрейд, Фред, Погба, Перейра, Санчес, Лукако, то, пожалуй, Кристалл Пэллос выглядит, в принципе, неплохим, неплохим пиком. Ну, опять, если мы берем, рискуем защиту, то тут, конечно, Шлюп, Энхальд и, возможно, Ворд, там, как крайний защитник. Да, если мы берем атаку, то это, конечно, за Мелевович, который бьет пенальти, ну, и, возможно, Таунзен, да, если там денег нет, то, может, МакАртур тоже, да, как-то взять. Ну, то есть, как-то так, как-то так, как-то так, это что касается, это что касается матчей, что касается матчей, еще раз коротко, Кардив, Эвертон, я больше верю в победу Эвертона, возможно, сухую. Лестер, Брайтон, больше верю в победу Лестера, возможно, сухую, Хаддерсфилд, Вулфс, верю в победу Вулфс, возможно, сухую, Нью-Касл, Бёрни, матч смотрится на ничью и обе забьют, Арсенал, Бормут, победа, возможно, разгромная, возможно, сухая, Саутгемптон, Фулхэм, победа, скорее всего, Саутгемптона, сухая, маловероятно, но, как бы, все может быть, Манчестер-Сити, Вестхэм, усталый Манчестер-Сити, скорее всего, в сухую вряд ли сыграет, но победить должен, там, 3-1, опять же, атакующий потенциал хороший, Ливерпуль, Водфорд, Ливерпуль, фаворит, скорее всего, победа, скорее всего, забьют не очень много, но и вряд ли много пропустят, то есть, здесь, скорее, что-то типа 2-0, и так далее, кого взять вместо Азара, ну, возьми Харри Кейна за 9-4 из того же матча, в принципе, думаю, шансов у него отличиться больше, чем у Азара, Челси-Сперс, здесь смотрятся обе забьют, качнуться, может, в любую сторону, Кристал Пелос, Ман Юнайтед, Ман Юнайтед, по идее, фаворит, но... Здесь, кому что нравится, мне больше Кристалл нравится. Так, ну что, давайте... Давайте разыграем один билетик, давайте разыграем один билетик, рандомом, да, для того, чтобы поучаствовать, собственно, в конкурсе. Сейчас розыгрыш, сейчас я сделаю, сейчас я сделаю вам добавить, чтобы вам было видно, что все честно, захват окна. Добавил я розыгрыш. Случайным, случайным образом мы сейчас с вами разыграем. Участвует у нас, соответственно, Twitch, участвует у нас... Где у нас? ВК, ВК. Участвует YouTube и участвует Good Game. То есть это все площадки, на которые идет стрим. Для того, чтобы поучаствовать, нужно написать ключевое слово, да, давайте это будет фантим, 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 да, без повторов. Да, вроде все. Начинаем. Пишите маленькими буквами фантим в чат, в любом чате. И через несколько минут я нажму разыграть, и мы выявим победителя. Мы выявим победителя. Ну вот, вы видите, что пошло. Поехало. Начали как бы... Этот, еще раз, да, напомню, что мы разыгрываем билет на турнир One Bullet 5000 гарантия, который состоится в эти выходные. Поэтому, если вдруг вы выиграете билет, надо будет с вами мне связаться. Я передам ваш ник на фантим, соответственно, организаторам. Они вам начислят билет. Если вы выиграли, но вы еще не зарегистрированы, то для того, чтобы зарегистрироваться, нужно написать в чате, высказать знак фэнтези. Там по ссылке перейти, зарегистрироваться и потом прислать мне ваш ник. Я его, опять же, передам. И, собственно, вы сможете собрать состав на следующей неделе. Опять же, скорее всего, будет мой стрим, и вы под мой стрим сможете поучаствовать. Давайте еще. Еще подождем несколько минуток. Мы тут в фэнтези играем, мистер Грин Певи. Так, ну все, вроде, в принципе, уже поток участников остановился. И чтобы вам было виднее... Ой-ой-ой, не туда. Пошел я двигать. Где он тут? Хочу вам покрупнее сделать, чтобы было видно, кто победил. Я сейчас жму разыграть. Так, только единственное, что мне нужно, это... Ключевое слово, без повторов. Ну, вроде, если я нажму разыграть, то вроде как одного победителя мы и увидим. Он появится вот здесь вот. Победитель будет объявлен вот здесь. Ну что ж, волшебной рукой я веду-веду-веду, веду-веду-веду. И жму разыграть, и билетик получает у нас АКВ1977 с Твича. Поздравляем, поздравляем. Ну, давайте... У нас вообще три билетика. Давайте сразу второй разыграем, чтобы потом к этому не возвращаться. Все, кто... Я думаю, что все, кто хотел, они написали. Поэтому... Я просто еще один, да? Еще один билетик разыграем. Сразу. Или нет? Нет, давайте второй билетик мы по-другому разыграем. Второй билетик мы по-другому сейчас разыграем. Поскольку все-таки эти билетики дарит нам Фантим, правильно? Будет правильно, если мы их немножко пропиарим. Пропиарим. Мы заходим в группу... Мы заходим в группу Фантим. Здесь я создаю... Пост один билет за лайк этой записи. Розыгрыш через две минуты. Под группа для конкурса есть внизу. Вот я... Собственно, запостил. Вы сейчас... Там лайкайте. И через пару минут... Вот, давайте 23.08 по саратовскому времени будет. И я... Среди лайкнувших... Разыграю. Пока напишу АКВ. Леня, где составы матчей? Смотришь... Ну, вообще... Смотрю вот так. Кардив... Ну, самый-самый проверенный. Это вот так. Твиттер. Кардив, Твиттер. Открыли. Посмотрели. Например, наш лайнап. И смотрим, что... Вот такой лайнап. Моррисон, кстати, восстановился. Манга, Бомба, Беннетт, Этридж, Гуннерсон, Бакуно, Декордова-Рид, Мендес-Лейнг, Хойлетт и Зохоре. Смотрим, понимаем, что веры в это мало. Смотрим сразу, например, Эвертон. И видим, что стартовый состав. О, кстати, Шнайдерлин вернулся. Сигурдсон, Ришарлисон, Волкот, Калверт, Льюин. Динь, Ягелка. Ягелка, да, вернулся. Кин и Колман. Вот, и сразу идем, соберем состав. И возьмем из Эвертона одну защиту. Возьмем из Эвертона. Ягелка за 5,3. Со статой минус 2. То есть мало он, на самом деле, играл в этом сезоне. Вот, но поскольку все-таки Люк Дин и Шеймус Колман достаточно атакующие, ребята, возьму в первую очередь их. И возьму Фила и Ягелку. Надеюсь, он травму там не получит. Доиграет весь матч до конца. Сыграет на 0. И закреплю, закреплю именно Эвертоном в защите. Один матч, эээ, один состав. Так, ну что, в принципе, 48 лайков у нас набралось. Просто берем, копируем, копируем ссылочку. Заходим в приложение. Лайкнувшие количество победителей. Ладно, не буду я делать только члены группы. Все-таки я не объявлял, что надо быть подписанным на группу. Вот. Собственно, разыгрываем. 54 у нас лайка успели сделать. Узнаем победителя. Им стал Женя Тамилович. Женя Тамилович. Поздравляю. Я тебе сейчас напишу, чтобы ты мне свой ник написал. Ну, мы переходим, собственно, к составам. Перейдем к составам. Погнали. Защиту, защиту Эвертона я поставил. Как я уже говорил, у нас шансы на клиншит хорошие. У Арсенала, Ливерпуля, Манн-Сити. Да, и мне нравится Уверхэмптон, поэтому я здесь попробую ребят из Вулфс сюда поставить. Опять же, они играют сегодня. Мы заходим также в Вулфс Твиттер. Смотрим на официальном сайте состав. Зачем мне Лестер? Верните мне, пожалуйста, Уверхэмптон. Куда-то улетел они туда. Так, вот Уверхэмптон. Ходерсфилд. Так, вот он состав. 26 минут назад, Даш, объявили. Ну, Коуди, Боли, Беннет, Дуэрти, Отто, Невис, Дэн-Донкер, Маутини, Рауль, Диогу, Жотто. Ну, абсолютно ожидаемый состав. Ходерсфилд против Уверхэмптона. Уверхэмптона мы видим, что тут Дурм. Ну, короче, честно говоря, ну, Причард, конечно, воспитанник Тоттенхэма. Берем Уверхэмптон. Тут, в принципе, все основные играют. Я вот что-то думаю насчет того, чтобы у Эвертона вратарь сколько стоит. 8,2, а у Уверхэмптона 9,6. Да, что-то мне просто не очень нравится Руи Патрисио против Ходерсфилд. Ходерсфилд вряд ли много ударов нанесет. Фантим уже покрасил, но пока что не очень покрасил. Так, тогда я, ну что, Джагелку пока уберу. Давайте здесь мы возьмем тройку атакующих защитников. Два крайних и одного центрального, которого много. И здесь вратаря Эвертона. Возьмем Джордана Пикфорда. Вот. Кем разбавим? Ну, тут точно напрашивается у нас Абумиянг. И, например, из Ливерпуля, если мы возьмем. Например, Мане и Шачири. Нет, тогда у нас, тогда у нас, тогда у нас, смотрите, тогда у нас остается всего два игрока и 14,2 миллиона. И, казалось бы, это по 7 миллионов, по 7 миллионов надо брать каких-то лохопедов. Ха-ха, сказали мы. И взяли Эшли Барнса. И осталось 7,7 миллиона, да. Ха-ха, сказали мы. И посмотрели, что у нас на самом-то деле еще полно вариантов за эти деньги, кого можно поставить. Давайте посмотрим самых лучших за 7,7. Из Кристал Пелоса предлагает. Ну, Милевой вещь, по-моему, не влазит у меня. Давайте, знаете как, смотрите. Можно же еще удешевить. Вместо Колмана, например, поставить Егелку. Вот. И тогда у нас вообще влезет за 9,1. Так, то, между прочим. За 9,1. Кто-то. А это уже серьезно. Вудок Барнса, Мак Артур. Можно вообще Сон Хюммина, например, поставить против Челси. Ну, к примеру, на мой взгляд, неплохой вариант. Я, честно говоря, пока что к этому и склоняюсь. Можно, можно вообще, знаете, можно, знаете, что сделать? Можно, смотрите. Убираем Джонни. Смотрите. Вот я вообще придумал. Вообще классно. Мне прям нравится. Убираю Джонни. Смотрите. Ставлю Беннета. Смотрите. Иду с Пёрс, Форварды, Харри Кейн. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вообще вот так вот очень нравится состав. Так-то, на мой взгляд, топ. Капитанем Абумиянга. Входим. Конгратулейшн. Готово. Не, ну, согласитесь, достаточно, достаточно сильный состав. Я даже его, как бы, сюда засуну. Даже сюда засуну. Погнали. Добавляем новую команду. Добавляем новую команду. Да, вот тут уже подтвердили, собственно, составы синенькие. Сбрасываем. Точно я хочу взять еще раз защиту. Хочу взять еще раз защиту Волверхэмптона. К ним я хочу прибавить, прибавить защиту Лестера. Хочу прибавить защиту Лестера. Перейра. Джонни Эванс, как самый дешевый. Каспер Шмахель. Здесь уже так, здесь уже так легко набрать атакующих не получится. Здесь я вынужден, вынужден взять Агуэра, вынужден взять Риада Мореза. Просто вынуждают меня взять еще кого-то, кого. У меня три игрока, 25, то есть три по восемь. Можно попробовать Эвертон, опять же, в атаке. Шнайдерлинг, кстати, за шесть. Ну, он, конечно, слишком глубоко играет, но... Ну, нет, Брайтон я точно не буду брать. Я вот Лестер в два состава возьму и, наверное, на этом ограничусь. Признаюсь честно. Почему-то мне, вот, знаете, улыбается Кристал Пелос в лице Мелевоевича и Вильфреда Зара. И остается за 9,1 миллион кто-то... Кто-то... Из всех команд. И это полузащитник. Полузащитник. 9,6. Сон. Ну, сон можно, да. На самом деле... Знаете, как еще можно сделать? Например, не верить в Шмайхеля, смотрите, взять вот так вот Тома Хиттона за 6,3. Ньюкасл может забить, но Хиттон может набрать сейвами. И таким образом я себе... Ой, куда у меня делся? Ой, разлогинился. Ой, обидно. Надо по новой, да, собирать. Надо по новой собирать. По новой собирать. Ну, ничего, мы помним, в принципе. У нас Уолвер Хемптон. Джонни Бали. У нас Эвертон. Правильно? Не, не Эвертон. Кто у нас тут был? Подождите, Лестер у нас тут был. У нас тут был Лестер. Это был Перейра и Эванс. У нас был Хиттон. Вот, ну, конечно, так я разбиваю, но в целом я думаю, что это окей. У нас был Манчестер-Сити в лице Риада Мореза. У нас был форвард Серхио Агуэра. У нас был Crystal Palace в лице Эльфреда за Люки Мелевоевича. И у нас 12,2 миллиона. И, например, ну, Пагбану, конечно, брать тогда не будем, раз мы взяли все-таки ребят из... Ну, например, можно Шачири, например, взять. Тоже, опять же, на мой взгляд, неплохой, неплохой состав. В Серхио Агуэра тут, безусловно, капитан. Входим в турнир. Добавим более дешевые. Так. Добавляем новую команду. Еще Варди пролазит. Ну, Варди сейчас посмотрим, куда можно запихать. Войти в турнир. Ой, нет, дождите. Сброс. Так. Кого я еще хотел? Кого я еще хотел взять? Сейчас у меня где-то... Так. У меня Волки... Волки плюс Арсенал я еще хотел взять. Это будет послед... Нет, я Волков хотел, короче, взять еще нападение. Рауля Хименоса я хотел взять. Жао Маутиню. Вместо Шачири. Ну, Шачири мы еще посмотрим. Сейчас надо пока накидать составы из первых матчей, чтобы... Ну, сейчас тур стартует. Надо успеть составы зарегистрировать, потому что 20 минут всего осталось. Тут забралом нельзя щелкать. Хочу оборону Арсеналу. Как бы это смешно не звучало. Как бы не звучало это смешно. Поставим вот так. Почему Маутиню, а не Жота? Потому что Маутиню подает все стандарты. А Жота не играет полный матч никогда. Поэтому я не ожидаю, что Волки там разгромят Хаддерсфилд. Но у Маутиню, скажем так, больше шансов заработать ассист, чем у Жота. Так, у Арсенала, например, я взял защиту. Мне нужно ее кем-то добавить. Ну, тут можно, смотрите, можно сыграть вот так. Если я не знаю, кого я хочу взять в защиту, то можно просто взять трех. Плюс Доэрти. На мой взгляд, это вполне окей. То есть я буду играть в три защитника. Соответственно, я сейчас буду добирать полузащитников. И, наверное, я сделаю здесь немножко солянку. Сделаю немножко солянку. Я возьму не стеки, я возьму по одному человечку Барнсу или Шарлисону. Я сделаю три игрока. Мне нужно еще недорогих, да, кого-то брать. Я поверю в то, что Нью-Касл сегодня отхватит от Берли, например. И у меня два средних пика. Да, это гарантия 25 тысяч за 11 на 2,5 тысяч человек, но они оверлейные, поэтому тут... Да, что-то с обороной арсенала как-то не очень получается, если честно. Нет, ну Вестхэм я не хочу. Я, наверное, возьму вот Бабела, поскольку у нас все равно солянка. И, в принципе, почти 12 лямов. Почти 12 лямов. Я вот Риада Мореза... Я вот верю в Риада Мореза, ничего не могу с этим поделать. Капитаном будет у меня Ришарлисон. Ну, просто тут кто-то сказал, что Ришарлисон, может, вернет вот. Фига Зидан, Фига Зидан. Ну, когда и Фига, и Зидан, тут как бы рискнем. Поставим Ришарлисона, поверим. Поверим в него. Какое самое высокое место? Третье место я брал в этом турнире. Третье место. Мне этот состав не очень нравится, но, может, стрельнет. Добавляем еще одну команду. Так. У меня уже много Вулверхэмптона, много Эвертона. Давайте из поздних, из более поздних матчей брать. То есть, начнем отталкиваться, давайте, от Манчестер Сити. Его я мало брал. Агуэра и, допустим, Сане. Нет, идут на каждый тур. Давайте я хочу еще в этот состав засунуть Харри Кейна. Не, не Харри Кейн. Давайте я в этот состав, знаете, в кого засуну. Я засуну сюда Соломона Рандона и Мигеля Альмер... Нет, Исака Хайден или Альмерон? Хайден, Альмерон. Хайден, Альмерон. Давайте быстро. Хайден или Альмерон? Хайден два тура подряд. Голевые эти. Быстро. Хайден или Альмерон? Быстрее. Хайден. Все, Хайден взяли. Взяли Хайдена. Защита. Защита. Защита здесь, короче, ребята, вообще никакая. Просто ужасная. Хайдена один, а в этом Альмерона четыре. Ребят, да че я... Ну, я сейчас просто сюда и Альмерона засуну, да и все. Где лофта ему? Где лофта? Маккарти. Так, три. И у нас осталось три по два и восемь. Опять же, нужен какой-то дешевый пик обязательно. Кого-то, кто может выстрелить. Либо три средних пика, да. Опять же, нам нужна защита. Защита, которая... Которая может стрельнуть. Ну, Эвертон. По-моему, я его только в одну защиту взял. Давайте попробуем Эвертон. Против Кардифа. Если я беру здесь, например, Джагелку, то у меня, в принципе, 7 и 7. Я могу спокойно Колмана взять. И, например, Вестергора удорожить до, например, Беднарика. Не знаю, почему. Вот. Ну, одну защиту все-таки Саутгемптону попробую взять. И веру в Нью-Кассел. Вера в Нью-Кассел. Да. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вулверхэмптон, Эвертон, Ливер. Так. Вулверхэмптон, Лестер, Ман Юнайтед, Кристал Пэлос. Арсенал. Вулверхэмптон. Бёрдли. Мозаика. Так. Тут все нормально. Последнее. Последнее. Добавим новую команду. Последнее. Последнее. Блин, ну, тут, конечно, надо угадывать сухари. Но... Кого я тут говорил? Кто тут сухари? Что-то я... Честно говоря, даже и не знаю. Сейчас пойду, посмотрю, что там ребята предлагают. Так. Волки и Лестер у меня вроде было. Были. Ну, блин, волки. Волки и волки как-то слишком много их, да? Нужно... Кристал Пэлос, Ливерпуль. Блин, Кристал Пэлос на самом деле хочется, да. Вот хорошее, хорошее. Рискну. Рискну. Вот, не знаю. Верю я, что... Тут просто еще цены такие. То есть, получится Ван Анхальд и, например, Шлюп, вот. Который Аутов Позишн играет достаточно дешевые. Вот. У Ливерпуля, блин, защитники, конечно, дороговаты. Матип, Ван Дейк и Арнольд. Это если верить в них. Сюда. Сюда. Например, Агуэро и... Ну, пусть, опять же, Морес. И осталось три игрока по 8 лямов. Ну, что, поверить в Тоттенхэм против Челси или в Челси поверить? А, нет, подождите, мне надо еще... Подождите, мне надо еще... Что это я? Абумиянга сюда засунуть? И тогда у меня ничего не остается. Смотрите, вообще, сейчас... Сейчас пойдем, смотрите, вообще, Ля Козет. Смотрите. Моне. И сейчас каких-то двух защитей по 7 запихнем. Двух защитей по 7. Двух защитей по 7. У кого два защитей по 7? Эвертон, Лестер. Атакующий Лестер? Ну, атакующий Лестер это... Так себе. Затея. Кого я не брал? Снотграсса за 4.7. Тогда влезет вообще еще какой-то... А, нам защитника нужно, да? Не, ну достаточно одного защит... Двух защитников можно, в принципе, откуда-то урвать. Двух защитников откуда я хочу? Из Ньюкасла я еще не брал, в принципе, защитника, да? Можно их попробовать. Такая супер рискованная. Ну, как раз они влезают по... Меньше восьми, самые валуйные. Барнс, Карт, блин, Кал... Калверт, Льюис мне, кстати, нравится. Блин, ну времени мало. Надо уже определяться. Нужно обязательно защитника, да? Сто процентов. Давайте... Вот чтобы закрыть... Например, чтобы закрыть... Защитника мы поставим Калашиноца. И попробуем. Калверт, Льюис, у меня почему-то прям... А, погодите, мне двух еще надоем. Так не... Так не пойдет. Так у меня не поместится. Аж сухарь Кардифа, поверим. Без Муи. Муи не играет. Муи на замене. Муи на замене. По-моему. Да, Муи на замене. Тут Ричарда можно или Хога. Ну ладно. Блин, ну что-то у меня, честно говоря, время поджимает, а... Нравится мне Калверт, Льюис. Блин, ну Эвертоном еще добивать. Что-то я, честно говоря, не знаю. Нет, ну тогда все-таки... Ну, будем откровенны. Зачем мне Лекозет? Я просто возьму тогда... Все-таки добью... Блин, Эвертон. Ну, Эвертон влезает, Эвертон... А, нет, подождите, мне трех надо. Стойте. Кого я... Кого я обманываю? Не, Морезе я еще подменю, ребят. Вы... Ну, как бы это завтра... Перед завтрашним матчем я Морезе еще сменю. Ну, я там буду еще тасовать состав. Стало понятно, что это все предварительно. Три игрока. Ну, блин, мне нужны дешевые какие-то игроки. Снорграсс, например, 4.7. И, например... Люк 1. И за 6.9. Все команды доступны. Полузащитник. За 6.9. Кто это будет? Ньюкасл. Бабел Митрович. Бабел... Бабла можно, в принципе. Влазит он против... Ну, эти Бабела. Капитана Гуэра. Кудманс. Не, ну, такой я сделаю. Такой достаточно рисковый. Опять, не очень нравится. Может, что-то по ходу дела я буду менять. Пока будут топить за Динни и Калверта Льюиса. Ну, а на сегодня будем тогда заканчивать. Да? Еще один билетик с меня. Да? Еще один билетик. Еще один билетик. Давайте... Давайте... Чтобы было интересно... Интересно смотреть сегодняшние матчи. Мы сделаем следующим образом. Сейчас в группе ВК. Я создам пост... Один билет... За лучшего игрока... Игрока сегодняшнего дня. Кто первый напишет, того и тапки. Ну, то есть, если кто-то, например, пишет Ришарлисона... Ришарлисона уже выше написали. То предпочтение отдается тому человеку. Матчи сегодняшние, да? Вот так я скопирую. Кардифф, Эвертон... Лестер... Брайтон... Ходерсфилд... Нью-Касл Берлисона. Нью-Касл Берлисона. Пишите там в группе комментарии. Вот один билет за лучшего игрока сегодняшнего дня. Я закрою возможность комментировать. Ну, точнее, я сделаю скриншоты через 10 минут. Через 10 минут я сделаю скриншоты. И... Редактировать уже нельзя. Редактировать будет нельзя. Если я вижу, что кто-то отредактировал, то он автоматом, даже его первый пик, не будет считаться. То есть, если, например, кто-то написал Рандон, потом исправил на Волкот... Я скриншотил, и там был Рандон, а Рандон потом выстрелил и, как бы, занял первое место, все равно этот человек не получит приз, потому что он жулик. Вот. На сим, ребята, с вами сегодня прощаюсь. Для вас собирался ставы на Фантиме Лебронька. Еще раз подписывайтесь на соцсети, на нашу группу, на группу Фантима. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, что смотрели. Всем спасибо, что смотрели. К сожалению, ну, время поджимает, поэтому, ну, не смог я выбрать быстро лучшего, кто мне сегодня больше всего вопросов задавал. Как-то немножко скомканно, скомканно получилось. Турнир не буду стримить. Нет, турнир. Мы сейчас будем смотреть футбол, и наши игроки будут там играть. Вот. И мы будем, соответственно, за них болеть. Ну что ж, друзья, у вас еще осталось 5 минут. Сейчас я напишу, что принимаются варианты до старта первого марта. Сейчас, потом не считается, считается. Так, уже вот пошли варианты. Все, друзья. На сим прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Так, ладно. Подождите, не пока. Специально для SerapXX. Объясню. Мы набрали вот команду, которая будет сейчас играть вживую. Которая будет играть сейчас вживую. Вот. И в зависимости от того, как выступят эти ребята, в зависимости от того, как выставят эти ребята, мы будем получать очки. Вот эти сейчас таблицу. Напиши высоцательный знак Scoring в чате, и тебе там выдаст таблицу очков. Ладно, все, побежал. Надо еще будет сейчас все перепроверить перед стартом. Осталось всего 5 минут. Смотрим футбол, болеем за своих. Счастливо.